Здравствуйте! Это программа «Кейсы коммуникации» и я, Галина Панина, ведущая передачи и заодно пиар-директор компании Leroy Merlin. Сегодня у нас в гостях Евгений Лисовский, директор по маркетингу Leroy Merlin.ru и вообще очень интересный человек, который занимается рафтингом, и у него была даже своя рок-группа. Здравствуйте! Евгений, скажите мне, пожалуйста, вот видите, да, у меня тут на столе, вот это и вот это. Вы с Leroy Merlin.ru? Да. MyBook — это ваше приложение, да, я на всякий случай... Да, это тоже один из наших проектов. Почему я должна выбрать вот это? Почему именно электронная книга? Ну, первое, вот это, оно как бы тяжелое. Тяжелое, в сумочке не поместится. Да, во-вторых, шрифт поменять нельзя, то есть шрифт здесь фиксированный. То есть, да, вот как вот не делаешь, да, не получится. Закладки, заметки, то есть весь интерактив, если вы читаете какую-нибудь бизнес-литературу, он здесь невозможен. Плюс, помимо того, что она тяжелая и много с собой не возьмешь, допустим, вам надо взять с собой книги на чтение в отпуске. Да еще маркетинг спорта, который в жизни читать не будет. А если уж так совсем глубоко смотреть, то производство бумаги, целозные фабрики, это одни из самых грязных производств в мире, в принципе. Я еще и экологию поддерживаю тем, что я выбираю электронную книгу. Спаси дерево, купи электронную книгу. Потрясающе, слушайте. А скажите, пожалуйста, вообще вот эта волна информационная, мода на экологию, на все прочее, как она влияет на продвижение книг? Как вообще книги пиарят? Безумно интересная тема. Здесь, наверное, надо начать с того, откуда вообще появились электронные книги и как они стали набирать популярность. Первые электронные книги появились в 2000-х годах, когда появились первые какие-то КПК, мобильные устройства, с которых можно как-то читать электронную книгу. Первые ранние пользователи, это были продвинутые пользователи, сисадмины, программисты и так далее. Они в основном читали фэнтези-фантастику. Поэтому одна из первых категорий, наиболее широко представленной в электронном виде, это фэнтези-фантастика. Соответственно, на тот момент рынок был настолько маленьким, что он был просто неинтересен авторам и издателям, которые издавали книги в бумажном виде. Но со временем интерес начал расти, потому что в 2005 году Амазон выпустил свой Kindle, электронные чернила. То есть Амазон сформировал спрос на книжном рынке в России? Да, выпустив, по сути, железку с электронными чернилами. У нас не было, мы не знали, что это такое. По сути, железки с электронными чернилами, они как бы появились до появления первых айфонов, айпадов. Это было некое устройство, долгоиграющее, с которым можно было читать в течение недели книги. Плюс, если говорить еще о преимуществе электронной книги, это доступность. То есть тебе не надо идти в магазин. В чем преимущество интернет-магазина? Тебе не надо идти ногами в магазин. Ты заходишь в каталог, выбираешь то, что тебе нужно, покупаешь. Ты легко потратил кучу денег, которые не планировал вообще потратить в нормальном магазине. Ну, в принципе, да. Потому что тебе там могут еще что-нибудь дополнительное продать, если там какая-то умная система рекомендаций. Это в том числе. То есть в плане коммуникации это очень важно, потому что, заходя в бумажный магазин, представители бумажного магазина, офлайн-магазина, ничего о тебе не знают, никакой информации. То есть только как ты там выглядишь, сколько тебе лет, какие твои предпочтения. Это невозможно узнать. Плюс невозможно собрать там, в принципе, статистику адекватную. Я смотрю, вы уже ведете к тому, что пиарите вы книги большей частью в социальных сетях. Большей частью в интернете. То есть у нас основной бюджет – это именно интернет-маркетинг. Интернет-маркетинг у нас выстроен в нескольких направлениях. Это там контекстная реклама, классическая контекстная реклама в поисковых системах. Это там SEO, это поисковое продвижение. Это партнерские программы, работа с кучей партнерских сайтов. У нас там порядка 3600 партнеров. Это сайты, которые с нами сотрудничают, ставят ссылки на наш каталог. Даже многие авторы, собственно, ссылаются на нас, указывая там реферальную метку. Получается, это дополнительную комиссию себе. Это закупка, если говорим про мобильный маркетинг, то это в основном, конечно, социальные сети, потому что там есть возможность сделать узкие таргетинги. Например? Вот, например, можно… Сейчас у нас входит новая книга Бориса Акунина «Планета вода». Мы заходим в Google Analytics, смотрим на сайте, например, или в приложении полувозрастную структуру читателей Бориса Акунина, и конкретно под эту аудиторию создаем рекламное объявление в Facebook или ВКонтакте. То есть, если я попадаю под эту аудиторию, то в Facebook я открываю у себя ленту, да, и вижу там заодно мне и Акунина. Да, разумеется. Акунина не рекламирует? Если вы попадаете по таргетингу, то прорекламируют. Вы вообще знаете свою целевую аудиторию? Они у вас одинаковые? Ну, можно начать с того, что первые пользователи, которые появлялись, да, это были мужчины, продвинутые пользователи. Программисты. Программисты, технарии, то есть это на ранней стадии. Это люди, которые понимали, что такое формат FB2, что такое формат там EPUB, как его… Вы готовы заморачиваться на эту тему, да? Конечно. При этом, при всем при этом, большой, как бы, рынок книжный, весь книжный рынок, это 70% женщин. То есть, женщины читают в любом случае больше, чем мужчины. Вот, ну, ходики, тут мы, а, вот вы посмотрите, мы же еще читать умеем. Это, в принципе, понятно, потому что у мужчин там в сопротивленном возрасте наступает момент, когда им надо следить, зарабатывать деньги, воспитывать детей, воспитывать жену. То есть, есть ряд, как бы, задачи. Ну, да, мне жену воспитывать не надо, я могу ее почитать. Ну, естественно. А женщины, как бы, могут проводить время спокойно дома, если у них есть в декрете сидит, ну, естественно, можно почитать. И, конечно, а куда? С ребенком, допустим, идти в бумажный магазин не пойдешь, соответственно, люди достаточно быстро приобщились к электронным книгам. Теперь, если говорить стратегически о том, куда мы движемся, если мы говорим про коммуникации, то, конечно, в первую очередь мы таргетируемся, про целую аудиторию, мы таргетируемся на женщин в возрасте 25-45. Это вот такое вот наше ядро, к которому мы идем. При этом у нас, допустим, чем выше возрастная категория, тем выше конверсия. То есть, с возрастом растет конверсия в покупку. Это больше покупок? Да, это большее количество пользователей с одного и того же трафика конвертируется в покупатели. Объясняется тем, что в определенном возрасте просто, ну, это логично, у тебя чем старше становишься, тем меньше у тебя свободное время и тем дороже оно стоит. Соответственно, ты не готов там ходить по пиратским сайтам, сажать себе вирусы, ты заплатишь небольшую сумму денег за электронную книжку, получишь ее здесь сейчас в хорошем качестве и с возможностью читать на любых устройствах. Это, собственно, к вопросу о, почему еще, почему люди выбирают, в принципе, электронную книгу, в чем преимущество электронной книги. Хорошо, давайте вернемся к вопросу, как их пиарить, в том же самом, в Фейсбуке, например. У вас были какие-то нестандартные ходы, когда вы… Да, была одна интересная ситуация. У нас есть еще аудиокниги. Мы в конце 2012 года вводили новое приложение аудиокнижное, уже существовали конкуренты на рынке, но мы как бы с нуля сделали там, думали, что за полгода сделаем, разработаем приложение. В итоге получилось чуть дольше. И выпустили в конце 2012 года. А в это время как раз в Фейсбук появилась мобильная реклама. Но, собственно, Фейсбук, примерно в это время у них были трудности с монетизацией, у них там акции немножко просели. И они сделали мобильную рекламу, и мобильная реклама начала очень сильно выстреливать. И мы одними из первых начали в России покупать мобильную рекламу в Фейсбуке. И как раз там в октябрь, ноябрь, декабрь, за там фактически три месяца, с момента запуска приложения, мы за счет мобильной рекламы смогли вывести приложение в топ и просто заработать там кучу денег. Это когда был такой рай? Это был конец 2012 года. При этом, какие мы ходы использовали? То есть важно очень в коммуникации использовать… То есть принцип простой, да? То есть ты можешь купить там много, условно говоря, трафика, но если ты сделаешь плохой креатив, то ты получишь плохие там сетяры, соответственно, плохую конверсию там в инсталл, либо в покупку. Картинку не увидят. Да. Соответственно, что можно было сделать? На ранней стадии, когда только появилась мобильная реклама в Фейсбуке, там возможности были широчайно. Что угодно загружай, картинку, любое содержание там текста. Тем более проблемы с монетизацией, низкие цены. Ну да, там было… нам повезло, просто не было вообще конкурентов, не было игроков. Мы разместили, собственно, объявление. Там разные снимекрии под социальную сеть, которая выглядит как… Синеньким. Да, синеньким, на синеньком фоне. И я ее воспринимаю как родную от Фейсбука. Мой родной Фейсбук мне советует. Именно так. И там были огромные сетяры, там по 6%, высокий конверсий выставил. Но потом Фейсбук буквально за месяц поменял правила игры. И они добавили там требования, должно быть не более 20% текста на экране. А как они… То есть я такой сижу, и у нас все компании остановились, короче, в какой-то момент. Ваши компании? Да, все рекламные компании остановились. Это было там, по-моему, в декабре. Я думаю, блин, что делать? Я сижу и думаю, что делать? Как их дальше восстановить? А как бы, естественно, на объявлении, в чем их суть? Они еще такие были легковесные, маленькие, на смартфонах быстро подгружались. Соответственно, я сижу и думаю, рассуждаю логически, как инженер по образованию. Я думаю, значит, как они распознают текст? Каким-то распознавателем текстов, правильно? Соответственно, это роботы. Это стопудово не сидят там тысячи китайцев. И руками все это высматривают. Вот, соответственно, я думаю, если робот, значит, можно попробовать его перехитрить. Соответственно, как перехитрить? Сделать написание текста так, чтобы его невозможно было распознать. Не распознается рукописный текст, написанный от руки. Я просто вот зашел в графический редактор и от руки написал там, слушайте аудиокниги. Вот просто вот так от руки. Так вы обхитрили Фейсбук. Да, так я обхитрил Фейсбук. Сукерберг перевернулся. Ну, мы об этом тогда особо не говорили, потому что это реально был лайфхак. То есть мы за счет этого смогли… Это шикарный лайфхак маркетолога. Ну, по сути, да. Плюс был еще кейс, когда я еще работал в другом проекте с купонными системами, купи-бонус. Там мы на мейле закупали большой объем баннеров, потому что если хочешь сделать большой маркетинг быстро в интернете, у тебя, в принципе, надо идти куда-то там в социальные сети, закупать большой объем баннеров. Да, да, да. И там был баннер такой после отправки письма, письмо отправлено. Соответственно, после отправки письма у тебя на экране такой баннер 500 на 200, как сейчас помню, размером. Вот, соответственно, на белом фоне. Туда можно запихать все, что хочешь. По-хорошему, баннеры должны обрамляться рамкой. Я не знаю, как мейл пропустили это на модерацию, но я сделал на белом фоне. Просто вот вспомнил базовые принципы юзабилити, не надо ничего лишнего. Сделал минус 90%. Вот представь себе, ты отправляешь письмо, у тебя как бы на полэкрана вот эта фиолетовая надпись «минус 90%». Фиолетовый по белому. Какой был KPI с этой коммуникацией? Там, значит, CTR до этого был, когда мы пробовали другие варианты креатива, он был в 5 раз меньше, чем с новым креативом. То есть мы получили, я считаю, в 5 раз больше трафика. Там, по-моему, 10 миллионов показов баннера в сутки. Мы просто получили несколько сот тысяч трафика. При этом, конечно, конверсия в регистрацию немножко упала, но на выходе все равно мы получили стоимость за регистрацию соответствующей нашей бизнес-модели. Просто потому, что это был тизер. То есть люди просто не понимали, типа, минус 90%, что это такое на белом фоне. Чисто за креатив получается. Да. Чисто за то, что зацепило, да? Дайте мне что-то на халяву. При этом мы пробовали делать еще, типа, скидка минус 90%, добавлять какие-то слова. Со словами работало хуже. То есть люди понимали, что это. Когда считаешь деньги, ты видишь цифры. Да. Логично. А когда просто цифра, у тебя еще возникает как бы диссоциация, ты не понимаешь, как бы, блин, что это такое. То есть у тебя такой эффект просто тизера, тебе интересно узнать, что там. Ну, такие вот были кейсы. Скажите, почему вы не пиаритесь в телеке? Почему телевизор нет для электронной коммерции? Ну, ладно, окей, я могу предположить, потому что электронные книжки, целевая аудитория тут сидит, но мы же телевизор-то тоже смотрим. Почему нет? Ну, скажем так, если смотреть опыт других e-commerce проектов, допустим, крупных, каких-нибудь там обувных, например, не будем называть, отдельных брендов, многие выходили на рынок сразу с ТВ-рекламой мощной, тратили на это там несколько миллионов долларов. Я догадываюсь. Вот, соответственно, когда мы начинали в Литрос, когда я туда пришел в конце 2011 года, у меня бюджет был реально смешной. Ну, то есть, пожалуй, самый маленький бюджет за время моей работы в e-commerce. Тем интереснее. Вот, естественно, никакой возможности делать телек, уж тем более что-то такое не было. Естественно, задача была делать системный маркетинг, четкие, понятные каналы привлечения с понятной стоимостью привлечения клиентов. Все-таки у нас товар, средний чек товара маленький, да, у нас средняя стоимость книжки 90 рублей. Соответственно, ну, мы не детские товары продаем и не обувь, там, где средний чек по 5000 рублей. А, кстати, Акунин ваш, сколько стоит здесь и сколько в жизни? Ну, вот в бумаге он стоит 500 рублей сейчас на зоне. Прямо сейчас, если я зайду? Да, прямо сейчас, вот он в предзаказе. И дело в том, что он выходит, электронная бумажная книга выходит день в день, в один день. То есть, там 500 рублей, а у вас? У нас 199. То есть, это фактически 40% от стоимости бумажной книги. Это еще один из факторов, почему нужно делать выбор в сторону электронной книги. Потому что она в любом случае там раза в два, а то и больше, дешевле, чем бумажная книга. Какие еще лайфхаки придумал директор по маркетингу Евгений Лисовский, мы узнаем после рекламной паузы. Спасибо. Это передача «Кейсы коммуникации». Я ее ведущая Галина Панина. И у нас в гостях директор по маркетингу Литрис.ру Евгений Лисовский. Евгений, скажи, пожалуйста, как информационное пространство вокруг влияет на твою маркетинговую стратегию? То есть, книга – это тоже источник информации и вполне логично, наверное, если в зависимости от того, что происходит вокруг, все-таки у вас есть какие-то книги, которые прямо… Вот сейчас ее надо пиарить. Вот не могу не спросить про книгу, конечно. «50 оттенков серого». Ты читал? Я не читал. Почему ты не читал? Я не испытываю нужды в чтении подобных книг. Ты знаешь, вот мне на 14 февраля мой любимый мужчина тоже подарил «50 оттенков серого». Мне в этот вечер даже в голову не пришло ее распаковать. То есть, не для этого она, вероятно, существует. Но что ты можешь сказать про эту книгу? Насколько она сделала? Продажи, рынок? Надо сказать, что фильм я, кстати, посмотрел. Мы пошли с женой, посмотрели это кино. Те, кто не читал… Я примерно понимаю, конечно, сюжет. У меня там некоторые коллеги читали. И те, кто, конечно, не читал книгу, я думаю, они просто… Там такая не очень неожиданная концовка. В целом, конечно, что такое «50 оттенков серого»? Это первый порно-проект в тексте, по сути. То есть, это как бы порно-проект в текстовом формате. Раньше такого не было. Читатели съели? Читатели, конечно, очень понравилось. Почему? Потому что это такие вещи, о которых не принято говорить, может быть, я не знаю. Но это всегда интересно. Но вы двигали эту книгу именно в тот момент, когда вышел фильм? Конечно, обязательно. То есть, мы, на самом деле, еще до выхода фильма, мы ее двигали даже, когда выходили трейлеры по эту книгу. И продажи? Конечно, у нас продажи выросли там где-то в три раза по отношению к тому, что у нас… То есть, и у нас так «50 оттенков серого» – это за всю историю одна из самых продаваемых книг. Да, вы что? Есть одна хитрость именно вот этой книги, да? Именно если мы говорим про литературу такого сексуального характера. Да. Тяжело ехать с бумажной книгой с обложкой «50 оттенков серого» в метро. А, никто не видит. Конечно, никто не видит. Гениально. Ты читаешь со смартфона, читаешь про пекантные вещи. Так вот зачем бизнес-комьюнити должно идти в литрос.ру. Вот понятно. А еще зачем? Какой-нибудь еще пример есть? Как информационное пространство повлияло на КРН? Вот есть очень хороший пример. В конце 2013 года как раз выходил Михаил Ходорковский из тюрьмы. Процесс выхода, да? Да, процесс выхода. А у нас в это время уже была книжка, уже год как лежала в продаже «Тюрьма и воля». Она от нашего издательства «Альпина Диджитал», но она была защищена ДРМ-защитой. ДРМ – это защита контента от пиратства. Но она достаточно тяжелая, и мы стараемся не двигать такие книги, потому что они вызывают проблемы у пользователей. А открыть сложно, да? Да, там ее надо зарегистрироваться в специальном сервисе, получить специальный идентификатор. В общем, все сложно. Вот, соответственно, «Альпина» говорит, пришли к нам, говорят, ребят, давайте двигать книгу. Такой инфоповод, сейчас все СМИ об этом будут говорить. Ну, я, соответственно, говорю, ребят, мы готовы двигать, если вы снимете ДРМ-защиту. Говорит, окей, снимаем. Сняли ДРМ-защиту, и мы начинаем думать над креативом, как вообще сделать рассылку. Массовую рассылку по всей базе. Потому что тема-то интересная, и СМИ ее настолько прокачали, что про нее знают все. Вам только сейчас ее идут. Нам главное сочно подать. Да. Мы начали думать. Сначала букскаут, который у меня занимается директ-маркетингом, подготовил заголовок. Букскаут называется? Букскаут, да. Это человек, который занимается поиском интересных книг и директ-маркетингом. И он заголовок придумал, типа, там, Михаил Харатковский, «Тюрьма и воля». Ну, банально, просто и банально. Я говорю, не, не прокатит, давай что-то думать, давай реально креативить. Я уже сам там сидел, думаю, так, так, ДРМ, ДРМ, защита ДРМ. Думаю, о, сейчас мы обыграем такую игру слов. То есть ДРМ мало кто понимает, что это такое. Тем более защита. Что такое защита? Может быть, ДРМ это какая-то спецслужба. Мы написали, короче, Михаил Харатковский вышел из-под защиты ДРМ. То есть, как бы, такая игра словка, будто бы его там не защищают какие-то службы, которые защищали. Уязвимый вышел. Типа того, да. То есть, по сути, мы просто игра слов. То есть, мы никого не обманули, действительно, он вышел из-под защиты ДРМ. Но, имеется в виду, что книга вышла из-под защиты ДРМ. Книга вышла, да. При этом мы получили очень высокий open rate. То есть, в email-маркетинге очень важно сделать вкусный заголовок. Если заголовок невкусный, ну, как и в новостях. Как и в любой пиаре, да, во всем. То оно хуже отработает дальше по воронке. Вот. И вот этот кейс, мы просто там в декабре 2013 года продали очень много этой книги. Именно благодаря грамотному коммуникационному. Да, потому что она у нас была. И так, ее просто, ну, никто о ней не знал. Мы сделали рассылку, сделали правильный очень посев. Сняли эту ДРМ защиту, потому что она, в принципе, там... И красиво обыграли вот эту игру слов. Скажи, пожалуйста, вот мне интересно. Я покупаю книгу. Потом я, может быть, то есть, например, детектив. Например. Почему потом я не могу купить у вас квест? Почему я поиграть не могу в эту игру? А, понятно. Почему нельзя купить игру? Ну, когда-то, на самом деле, еще там в начале 2011 года, Литрос пытался продавать видео, игры и так далее. Это очень удобно, одним пакетом, да? Это, на самом деле, это тяжело укладывается в сознание людей. То есть, как бы делать все на одном проекте. Во-первых, это очень сильно отличается продукт. Вот имеется в виду сайт, приложение. То есть, невозможно сделать все в одном. Вот поэтому было принято решение сфокусироваться именно на электронных книгах и аудиокнигах. И идти вот именно этим фронтом. То есть, не распылять усилия. Потому что что такое... На игры. Видеоконтент или игры. Игры, это надо, ну, либо их самим производить, либо там закупать, договариваться там с создателями. Либо искать непосредственно разработчиков. Ну, на самом деле, в это время уже существовала достаточно большая, большая, приличная аудитория игровиков. То есть, есть большое количество больших компаний, паблишеров, которые занимаются именно играми. И сделать что-то лучшее на этом поле, на котором они уже крутые, это реально очень рискованно. Если говорить о конкурентах именно в плане... Не в плане именно там больших компаний, а в плане типа контента, то игры, фильмы, это на самом деле наши такие конкуренты. То есть, мы стараемся отстраиваться, потому что количество времени на развлечения, оно у человека ограничено. Оно вот там, условно, каждый день два часа. Вот что человек будет делать в это время, очень важно. И нам нужно как бы встроиться в этот кусочек времени. Игры, они, в принципе, все мы там с детства играем в игры в том или ином виде. А есть игры, так называемые казуальные, простые игры, которые легкие, которые не напрягают мозг. Поэтому полис популярность, всякие там тетрисы, шарики, какие-нибудь там монтесумы и так далее. То есть, в это время я могла бы прочитать книжку, там Льва Толстого, а я сижу и шарики подбираю по одному цвету. Именно так. Поэтому мы не пытаемся как бы эту аудиторию дополнительно монетизировать, скажем так, играми. Уж если дополнительно монетизировать чем-то, то есть, мы стратегически думаем про образовательный контент. Допустим, интерактивные курсы обучения, онлайн-обучения. То есть, мы об этом думаем. Это более комплементарный сервис к нашему, к книгам. Все-таки книги – это интеллектуальное развлечение. И образовательный сервис, он будет стимулировать желание читать книжки. Правильно? Только уже какие-то определенные. Да, развивать какие-то навыки определенные. А вот тебе интерактивная игра, по сути. Выучи там португальский язык. Можно так, но производство, если говорить о производстве интерактивных книг. У нас был эксперимент, мы пробовали делать книги с видео, с каким-то аудиоконтентом. У них проблема в производстве. То есть, произвести такую книгу, заверстать профессионально, технологически ее сделать – это достаточно накладное. А с точки зрения маркетинга ты бы посоветовал? В будущем, конечно, интерактивные книги будут набирать популярность. Но это не будет таким массовым продуктом, по крайней мере, в течение ближайших пяти лет. То есть, с точки зрения маркетинга, какие-то можно выделить. Был пример. Компания Naraid, Naraid, они делали такие комиксы интерактивные. Не пошло. Ну, во-первых, у нас культура потребления комиксов не особо красивая. Ну да, это больше американская. Да, там интерактив, там все красиво, здорово. Но есть другие примеры. Есть, допустим, проект с Вадимом Пановым. По фантастике. По фантастике, да. Там сделали цикл игр. Или, допустим, «Глуховский», «Метро 2033». Есть игра, соответственно, «Метро 2033». Есть книга. Очень часто получается так, что книга, вот если говорить уже про такое само явление, это называется трансмедиа. Это когда есть там книга, по книге делается фильм, по фильму потом создается игра с персонажей, которые там нарисованы. И игрушки там делаются, какие-то напитки, что угодно. Хороший пример там «Энгри Бёрдс», какие-нибудь «Смешарики» наши. У «Смешарики» очень хороший пример именно вот такого трансмедиа. Когда книга стала отправной пунктом целого бизнеса. У «Смешариков» там не книга. У «Смешариков» там трансмедиа. Это как бы несколько блоков, соединенных вместе. Трансмедиа называется. Трансмедиа, да. И ты можешь начинать с одного из блоков. То есть ты можешь начать с игры, потом сделать книжку, мультик, игрушки. Но вы в такое пока не хотите идти? Это отдельный бизнес. Это сложная история, да. Это отдельный бизнес. То есть мы фокусируемся на электронных книгах, мы в этом лучшие, мы в этом эксперты. У вас есть конкуренты здесь на российском рынке? Если говорить про конкурентов, у нас есть там «Букмейт». «Букмейт» вам конкурент? Или номер два, по слову? Они конкуренты. У нас есть, собственно, проект «Майбук», который, по сути, та же подписная модель. В чем особенность «Букмейта»? Они сфокусировались именно на модели подписной. Но подписная модель, она не может быть как бы основой. То есть это как фокусируется только на одном кусочке, на одной возможности монетизации книг. У нас есть классическая PPD-модель «Paper download». Это вот ты купил книжку, и она у тебя навсегда. И загрузила. Ты ее скачал, загрузил. У нас есть рекламная модель. То есть ты можешь читать бесплатно. Приложение «Читай бесплатно» по-другому. Много я могу прочитать бесплатно? Всю книгу. То есть можно читать все книги бесплатно, если вас не раздражает реклама. Да, ради бога. Там просто периодически всплывает реклама. А, вот как. Для многих к этому привыкли. На самом деле подписка, допустим, в Штатах очень популярна подписка на телек, на телефон. Люди понимают, за что они платят, что они платят за то, чтобы не было рекламы. У нас люди больше предпочитают смотреть рекламу по телеку, либо там тоже самое сервис Иви, чем платить подписку. Хотя сейчас потихонечку этот сегмент подписки растет, когда люди начинают понимать его в Эли. Вот собственно «Букмейт» поэтому не является в чистом виде таким полноценным конкурентом. Скорее такой урезанный вариант конкурента. Тем более, что у нас есть собственный продукт «Майбук», который… Это скорее конкурент «Майбука». Внутри. А куда дальше? Вот это все мы уже выбросили в мусорку, я так понимаю, да? То есть осталось у меня вот это. Куда дальше? Электронная книга. Если говорить про электронную книгу, что сейчас с ней происходит, как она монтирует. Если в 2011-2012 году у нас 60% покупок в мобайле было сделано с планшетов. То есть люди реально покупали планшеты, но их читали. Сейчас все меняется. За последние три года размер экрана на среднем он вырос. Если посмотреть, помнишь, допустим, был там iPhone 4s, предыдущие iPhone. Сейчас он растет. Да. А Samsung и другие компании, они реально прокачали большой размер экрана. Никто не верил. Когда появились первые эти так называемые лопатофоны, все думали, блин, зачем мне эта лопата? Ей реально там землю копать можно. Я вот, у меня лучше там типа iPhone, он такой вот компактный. Но на самом деле они, получается, показали людям, что действительно может быть интересным. В итоге родился вот некий средний формат, там 5-6 дюймов, да, 6 дюймов. Практически все смартфоны, они сейчас достаточно с большим экраном. В чем преимущество для нас? Чем больше экран, тем легче с него читать. То есть сейчас, если у нас в 2012 году распределение планшеты смартфона было 60 на 40, 60% планшеты, сейчас 70% это смартфоны. Вот чем больше с тобой разговаривать, тем больше понимаю, насколько важно именно в твоем бизнесе понимать свою целевую аудиторию в лицо, рядом, чем она пользуется, как читает, какое у нее зрение и какие у нее предпочтения. Евгений, спасибо тебе огромное за очень интересную беседу. С нами был директор по маркетингу leaders.ru Евгений Лисовский, и я ведущая программы «Кейсы коммуникаций» Галина Панина. Спасибо. Спасибо. Спасибо.